Пшеница дорожает на фоне военных атак. Жатву на юге останавливают дожди. Минсельхозы регионы бросили силы на спасение машиностроителей. Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы включили обзор главных аграрных новостей на канале Агробук. Самое главное за неделю. Расскажем сейчас. После выхода России из зерновой сделки пшеница на мировом рынке подорожала. Активному росту способствовали военные действия в Черноморском регионе. Напомним, что после прекращения сделки Киев заявил, что готов на любые риски и планирует продолжить поставки зерна, если Турция будет не против пропускать суда. Но взрывы, последовавшие после 17 июля, перечеркивают эти планы. Минобороны России заявила о нанесении ударов возмездия в районах Одессы, Николаева и Ильичевска. Целью атак, по заявлению ведомства, были военные объекты. Но в СМИ позже появилась информация о разрушениях, в том числе в портах на Дунае. Были повреждены зернохранилища и краны. Минобороны России заявила, что будет рассматривать как потенциальных перевозчиков военных грузов все идущие в украинские порты суда. И будто бы в подтверждение этих слов на днях ФСБ России сообщила, что обнаружила следы взрывчатки на сухогрузе, который шел из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив для погрузки зерновых. Перед тем, как приехать в Турцию, судно находилось в украинском порту Килия на Дунае. В общем, вывозить зерно из Украины морским путем становится все более опасно для участников международной торговли. Альтернативный коридор солидарности, проложенный через Европу, с большим объемом зерна может не справиться. Владимир Путин заявил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Но мировой рынок, похоже, придерживается другой точки зрения. В результате военных действий во всем мире пшеница резко подорожала. Этот рост затронул и российское зерно. Пшеница с протеином 12,5% стоит уже 240 долларов, хотя, как вы видите, торгуется со значительным дисконтом к той же французской пшенице. Цена ее 268 долларов за тонну. Такие данные приводит аналитический центр Росагротранса. Институт конъюнктуры аграрного рынка отметил рост на российскую пшеницу на 14 долларов за неделю, до 242 долларов за тонну. Директор Савэкона Андрей Сизов уверен, что российская пшеница может еще больше подорожать. Ее цена составит 250-260 долларов за тонну. Цены на внутреннем рынке, по данным Росагротранса, менялись не столь активно, хотя и получили некоторую поддержку. Пшеница с протеином 12,5% в глубоководных портах стоит 16,5 тысячи рублей за тонну без НДС. На малой воде ее стоимость – 14,5 тысячи рублей за тонну. Савэкон, однако, видит еще больший рост цен. По данным этой организации, в глубоководных портах России пшеница может быть выкуплена даже по цене 16 тысяч 800 рублей за тонну. Росагротранс сообщает, что на юге пшеница 4 класса на условиях поставки на элеватор подорожала до 14,5-15 тысяч рублей за тонну. По данным Савэкона, в европейской части России пшеница подорожала на 225-250 рублей, и там ее цена – 13 тысяч 200-13 тысяч 600 рублей за тонну. Главным фактором, влияющим на цены внутри России, остается уборка. И здесь все не так хорошо, как хотелось бы. На юге и в центральной части России работу в поле останавливают дожди. Поэтому темпы жатвы значительно отстают от прошлогодних показателей. Например, в Ростовской области на сегодняшний день обмолочено чуть более 48% площадей под зерновыми и зернобобовыми. В прошлом году этот показатель составлял почти 80%. В Краснодарском крае, по данным на 18 июля, было обмолочено 47% против 55% на аналогичную дату прошлого года. Пшеница в Краснодарском крае, увы, просела и существенно по урожайности. Если в прошлом году, к 18 июля, урожайность составляла 66,4 центнера с гектара, то в этом году 58,5 центнера с гектара. Ростовской области с погодой повезло немного больше. Здесь урожайность озимой пшеницы в среднем составляет 43,2 центнера с гектара, что даже чуть выше прошлогоднего показателя. По средней урожайности лидирует Куйбышевский район с показателем почти 60 центнеров с гектара. Впрочем, есть на Дону и совершенно уникальные поля. Например, на прошлой неделе мы побывали на уборке в Зерноградском районе в хозяйстве семеновода Виктора Дьяченко. Сорт «Победа» 75, сыпал там 92 центнера с гектара. У нас производился посев по предшественнику рапс, озимый рапс. Норма высева здесь небольшая, 80 килограмм на гектар, то есть порядка 1,7 миллиона схожих семян на 1 гектар. Растения прекрасно раскустились. В рядке между рядами 12,5 сантиметров, в рядке около 15-17 растений на метр погонный примерно. Хорошо все раскустилось от 4 до 12 продуктивных стеблей. Мы смотрим очеплотный стеблистой. Колос большой, крупный, налитой. Все эти осадки пшеница достойно перенесла, выстояла, не полегла. Молотить ее одно удовольствие. И она сумела сформировать очень высокий урожай, высокого качества в столь сложных условиях. Вес составил 6,450 килограмм с участка 0,7 гектара. Это получается у нас 91, 91 с небольшим центнера с гектара зерна. То есть, как бы, рубеж 90 центнеров преодолен. Хочу выразить огромную признательность и сказать спасибо ученым Краснодарского национального центра зерна, Людмиле Андреевне Беспаловой, нашему академику, выдающемуся селекционеру нашего времени. Хочу сказать им спасибо огромное всему дружному коллективу. И предложить нашим крестьянам современнейший, самый лучший сорт Победа-75. Многих растеневодов, особенно на юге России, сегодня интересует вопрос, что с качеством зерна. Ответ на него дала первый замдиректора Центра оценки качества зерна Инна Зайченко на конференции «Где моржа?». Специалист заявила, что качество пшеницы, насколько можно судить по уже проведенным исследованиям, находится на достаточно высоком уровне. Доля третьего класса – 29%, четвертого – 65%, а пятого – всего 6%. В прошлом году доля фуража составляла 8% по состоянию на аналогичную дату. При этом Инна Зайченко отметила, что в Ростовской области средневзвешенный показатель белка и клейковины находится на минимальном за последние 5 лет уровне. Кроме того, на Ставрополье уменьшилась доля пшеницы третьего класса. Ее всего 24,5%. Половина урожая составляет четверка из выше четверти полученного зерна – это фураж. Но эти данные еще не окончательны. Проблема с качеством оказалась не только в дождях, но и в том, что многим аграриям погода не позволила провести хорошую защиту от клопа черепашки. В дополнение к разговору о качестве зерна есть еще одна новость. Росельхознадзор встревожен тем, что ежегодно растет количество недействительных деклараций о соответствии партий зерна и количество липовых лабораторий, которые эти декларации выдают. За три года их обнаружилось уже 150 штук лабораторий, и в сумме они выдали десятки тысяч неправильных деклараций. Причина, как объясняют в ведомстве, заключается в том, что отбор проб осуществляет сам заявитель, а не аккредитованные специалисты. Поэтому Росельхознадзор предлагает проводить соответствующий анализ зерна только в аккредитованных лабораториях, регистрировать декларацию соответствия на каждую партию продукции, а не на серийное производство. И эти идеи будут обсуждаться дальше с членами Евразийского экономического союза, если они будут одобрены, то контроль над зерном усилят. Зато для зернобобовых культур год оказался весьма благоприятным. В Ростовской области средняя урожайность бобовых составляет сегодня 32,3 центнера с гектара. Это фантастический результат по сравнению с прошлым годом, когда на круг получали больше 18 центнеров с гектара. Аналогичные успехи и на Кубани, где горох на зерно сыплет 37,6 центнера с гектара против 25,6 центнера с гектара в прошлом году. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что Краснодарский край уже побил собственный рекорд по валовому сбору гороха, собрав 381 тысячу тонн. Рекордный урожай 2021 года составлял 337 тысяч тонн. Ростовская область положила в ангары 363 тысячи тонн гороха, предыдущий рекорд составлял 347 тысяч тонн. Ставропольский край максимальный урожай гороха собирал в 2021 году, тогда имели 619 тысяч тонн, но на текущий момент уже собрано 600 тысяч тонн. От переизбытка гороха Россию может спасти только Китай. И здесь есть позитивная новость. На прошлой неделе из порта Краснодарского края ушла первая в истории судовая партия гороха массой 55 тысяч тонн. В пресс-службе Росельхознадзора напомнили, что раньше российский горох поставлялся в Китай в основном автомобильным или железнодорожным транспортом, причем из сибирских регионов. Всего с начала года из России в Китай отгружено 150 тысяч тонн гороха, выращенного, конечно, в Сибири. Дорогие друзья, 25 августа генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько приедет в Ростов-на-Дону на летнюю зерновую конференцию, которую мы проводим ежегодно. Доклад главного гостя не будет опубликован на канале, поэтому единственная возможность узнать аналитику рынка из первых рук – это лично присутствовать на мероприятии. Дмитрий Николаевич всегда охотно отвечает на вопросы аграриев и общение происходит в неформальной обстановке. Приобрести билеты и узнать подробнее о мероприятии вы можете по ссылке. Генеральным партнером выступила компания «Лилиани» – ведущий производитель сельхозтехники для агрологистики и хранения. Темпы приобретения сельхозтехники начали восстанавливаться. Это констатировал директор Департамента растеневодства Минсельхоза России Роман Некрасов. По его словам, несмотря на бессовестный уход иностранных поставщиков сельхозтехники, объем закупки тракторов к середине июля превысил 7 тысяч единиц. В прошлом году приобретали на 400 единиц меньше. Правда, закупка комбайнов сократилась с 2700 до 2000 единиц. Спрос на технику поддержал тот факт, что тракторы вернули в программу 1432. Кроме того, Минсельхоз каждому региону составил персональный план по приобретению тракторов, сообщил Некрасов. Помимо этого, субъекты России начали выделять дополнительные региональные субсидии на технику. Если в 2021 году такие субсидии были в 57 регионах, то сегодня уже в 69. Но не последнюю роль сыграл Росагролизин, который стал давать технику практически без первого взноса. Ну и подтверждение тому новая программа «Трактор для своих», где технику Брянского, Минского, Петербургского тракторных заводов, а также Россельмаша можно взять с нулевым авансом, а первый платеж провести лишь в сентябре следующего года. В ближайшие месяцы свиноводы могут столкнуться с дефицитом и ростом цен на вакцины, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя одного крупного агрохолдинга. Эти риски изданию подтвердили также в Мироторге и Агропромкомплектации. Причина грядущих проблем – поправки в закон об обращении лекарственных средств, которые вступят в силу с 1 сентября. С этих пор доступ на российский рынок будут иметь только те иностранные фармацевтические компании, которые получили GMP-сертификат от Россельхознадзора. В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей «Авфарм» подсчитали, что из 26 импортных вакцин для профилактики болезней свиней доступными останутся только 11. Впрочем, Россельхознадзор ответил на это, что разговоры о возможном дефиците и росте цен на вакцины – это просто попытка дестабилизации ситуации на российском животноводческом и ветеринарном рынке со стороны некоторых иностранных производителей из недружественных стран. Служба заявила, что в России производится полный спектр иммунобиологических препаратов для свиней в необходимом для рынка объеме, и свыше 60% из зарегистрированных препаратов имеют как раз российское происхождение. На этом наш выпуск завершен. Друзья, мы будем благодарны вам за лайки и комментарии, которые помогают нам продвигать это видео. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если вы еще не с нами. Заходите на сайт Агробук и увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok